Здравствуйте! Давайте установим третий питон для Windows 8.1. Как видно на записи, я буду делать это на виртуальной машине, но на обычном компьютере установка ничем не будет отличаться. Сейчас мы зайдем на сайт Python.org. Перейдем в раздел «Загрузки». Есть вероятность, что вам для того, чтобы нужную версию скачать, достаточно будет просто нажать на эту желтую кнопку. Но у меня, например, браузер автоматически не определяет, под какой операционной системой я зашла, поэтому сейчас я выберу вручную нужный мне установщик. У меня 32-разрядная система. У вас, скорее всего, 64-разрядная, поэтому вам в этом случае понадобится вот этот установщик, а мне вот этот. Да, мы хотим его запустить. Нужно добавить Python в паз, чтобы мы могли работать с ним из командной строки. И обратите внимание, куда нам предлагают его установить. Довольно длинный путь. Так просто не запомнишь. Да, мы доверяем и разрешаем. Ну что, он устанавливается. К нам приезжает интерпретатор, библиотеки, тестовое окружение, документация приехала, графический инструментарий. И это у нас утилита для скачивания и вообще для работы с внешними модулями. Так, молодец, быстро все успел. И, собственно, теперь у нас на компьютере установлен питон. Давайте скорее его найдем. Если мы будем искать его по имени, будет долго. Давайте рассортируем приложение под эти установки. Так, вот он наш питон. Давайте для начала к его командной строке обратимся. Вот так она выглядит. Довольно неплохо выглядит. Давайте, разве что, шрифт я немножко поменяю. И размер сделаем побольше. Все, теперь совсем красиво. Давайте что-нибудь скажем питону. Сказали, он нам даже ответил. Что-нибудь у него спросим. Питон. Отлично. Дальше нам понадобится документация. Документация вещь полезная. Обращайтесь к ней периодически. Например, вот есть раздел Татуреал. Это учебник по языку программирования. Еще могут оказаться полезными библиотеки. Это справочник по языку. И информация по модулям. Так. Language Reference. Здесь формальное описание синтаксиса. Тоже может оказаться полезным. И раздел Модуль Индекс. Здесь просто документация по всем модулям. Ну что, с документацией мы закончили. Давайте еще посмотрим на интегрированную среду программирования. В ней есть командная строка. Вот она запустилась. Выглядит почти так же, разве что беринкая. И еще в ней есть подсветка синтаксиса. Но мы тоже можем с ней поговорить. Скажем ей ку-ку. Ку-ку отвечает нам командная строка. В принципе, то же самое мы можем сделать. Мы можем увековечить. И написать для этого целую программу. Это уже редактор. Давайте попрощим его Так, нет. Это мы прощить его не будем. Попросим его снова сказать нам ку-ку. Программу нужно будет сохранить. Делаем окошко побольше. Посмотрите, куда нам предлагают эту программу сохранить. Если потом мы захотим запускать ее из командной строки, а мы захотим запускать ее из командной строки, нам придется указывать весь этот путь. Он длинный, не очень хорошо запоминаемый. Поэтому давайте сохраним нашу программу в домашний каталог. Вот сюда. Назовем ее ку-ку и назовем. И важно не забыть про расширение пай. Мы не забыли, мы молодцы. Ну вот, программу мы сохранили, теперь можем ее запустить. Вот, например, например, нажав на кнопку F5. Вот, смотрите, программа работает, она вывела нам ку-ку. И еще с этим мы закончили. Еще важный момент. Давайте разберемся, как работать с питоном из командной строки Windows. Вот она у нас. Давайте попробуем сказать ей питон. Да, посмотрите, появилась знакомая подсказка. Мы снова в питоне. Отлично. Выйдем отсюда. И проверим, там ли, куда мы ее сохраняли, лежит наша программа. Вот, посмотрите. Домашний каталог пользователя User. И вот здесь лежит наша программа. Давайте мы ее запустим. Прямо из команды строки Windows. ку-ку точку пай. Смотрите, все работает. Мы только что запустили программу из терминала. На этом, наверное, все. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...